Наша сегодняшняя лекция будет довольно короткой, потому что мы должны еще провести духовную работу перед диктовкой, которая на самом деле является самой важной частью конференции. Итак, тема нашей лекции — гармония жизни. Несмотря на свою непродолжительность, она, тем не менее, может иметь для всех вас практическую ценность. Прежде всего, я хочу сказать, что совершенно очевидно то, что люди нечасто выражают гармонию, которая изначально присуща этой Вселенной. Итак, мы видим в жизни повсюду вокруг нас весьма странное несоответствие. Вы видите повсюду на физическом плане проявление геометрической гармонии и совершенство. Но сам человек не выражает это совершенство и эту гармонию. Если бы это совершенство и гармония и геометрическая гармония не поддерживались, наше физическое тело и ум не могли бы функционировать здравым образом. Но, Божьей милостью, они так функционируют. И то обстоятельство, что они так замечательно работают, что у нас такой низкий коэффициент смертности на планете, а он действительно довольно низкий. И хотя люди умирают ежедневно, все же коэффициент смертности снижается. Вы понимаете, что я имею в виду? Медицинская наука и божественная наука и все вместе взятое действительно делают возможной счастливую и здоровую жизнь человека на планете. Однако существуют многочисленные силы, которые по-прежнему строят заговоры, чтобы помешать проявлению гармонии жизни. И победа в сражении еще далека, но в индивидуальных сражениях мы все можем победить, если только освободимся от всего негармоничного и позволим Богу действовать. Осознайте, что на самом деле Бог значит для нас. Он означает для всех нас гармонию, нашу индивидуальную гармонию и нашу коллективную гармонию. И обе они устанавливаются вместе одновременно. Небесный порядок – вот что наполняет физическую Вселенную, та же как и ментальную Вселенную, и та же как духовную Вселенную. Как я говорил недавно одному из наших сотрудников, мы имеем дело с принципами динамической симметрии. Даже в самой жизни мы видим проявление этих принципов. В химическом, электрическом и геометрическом строе ситуаций, с которыми мы встречаемся, события и тому подобное нередко предсказываются и проецируются нам. Как говорят владыки, грядущие события отбрасывают перед собой тень. И я думаю, что тень всего, что произойдет с нами в наступающем году, в неком очень реальном смысле, если мы попробуем распознать это, владыки постараются спроецировать в наше сознание сегодня, чтобы мы смогли осознать, что некоторые весьма замечательные и чудесные вещи могут произойти с нами в наступающем году, если только мы будем сотрудничать с гармонией жизни. Гармония жизни в сути своей не имеет места для вражды с кем-либо или чем-либо. Это свободная, открытая, неограниченная условиями ситуация, исход которой неизвесен, знаете ли. Вверх и низ цилиндра нашего существа открыты, и Бог может беспрепятственно течь сквозь наше сознание со своим чувством гармонии, если мы того пожелаем. Если же мы безразличны к этому, если мы говорим себе, «Ну, это на самом деле не важно, я не уверен». И вообще, я был рожден неудачником. Вы понимаете, о чем я? Был такой фильм, «Рожденные неудачником». Но потом вышел другой фильм, «Рожденные победителем». И это звучит гораздо лучше. Правда, я не смотрел ни тот, ни другой. Но в любом случае, нам нужно понять, что существует возможность, которая уже нарисована, уже иллюстрирована в природе для каждого из нас, и затем попробовать воспользоваться шансом почувствовать ее. На самом деле, нам не обязательно точно знать, что именно произойдет. Нам просто нужно предоставить себя Богу, а не ордам тьмы, свиревствующим на этой планете и желающим использовать нашу энергию, наше сознание, наше существо, а затем оставить нас, лежать на земле, беспомощными истекающими кровью, если можно так выразиться. Хотя мне не очень нравится ни само выражение, ни вид крови. Но таковы факты жизни. Либо мы в гармонии, либо мы в дисгармонии. И именно мы являемся теми, кто решает, в каком состоянии мы будем находиться, гармонии или дисгармонии. И если бы мы могли свести все к интеллектуальной аргументации, сказали, «Ну, если вы пойдете в пункт А, затем нацелитесь на пункт Б, прыгните в пункт С, а затем еще в следующий пункт, то все будет хорошо». Если бы мы могли свести весь вопрос к прямым линиям между пунктами А, Б, С и так далее, то, да, это было бы все очень просто. Но жизнь очень странно организует и реорганизует ход событий. Иногда даже устраивает нам негативные события, которые, возможно, обусловлены нашими «звездами», в кавычках. Хотя виновны на самом деле. Больше мы, а не наши звезды, не так ли? Итак, мы должны быть достойны своего будущего. Мы должны осознать, что мы сами будем создавать или разрушать свою гармонию, а также в каком-то смысле обстоятельства своей жизни, потому что в нас есть магнетическая сила. И все это чрезвычайно трудно интеллектуально объяснить. Вы просто не можете сделать это, потому что есть две силы во Вселенной, с которыми вы тоже можете встретиться. Есть эмоциональные силы во Вселенной, порой презираемые и не учитываемые интеллектуалами, и интеллектуальные силы, иногда непонимаемые людьми эмоционального склада. Поэтому целостный человек должен уметь полностью контролировать как свои эмоции, так и свои мысли. Мы не можем говорить пренебрежительно ни об одной из них, потому что все благоговейно и удивительно устроено для нас самим Богом. И Бог внутри нас стремится передать нам свою гармонию, гармонию жизни. Порой Он больше хочет нам дать ее, чем мы хотим ее получить. Но разве мы не странные? А все потому, что человек любит поступать по своей прихоти, по своему капризу. Вы знали это? Известно ли вам, что людям на самом деле нравится жить по прихоти? Его возбуждает, человек возбуждает незнание того, что случится дальше. Людям это нравится. И это очень человеческое качество. Я скажу вам, что оно является антигармонией жизни. Многие люди оказываются сброшены в канаву именно этой концепции прихоти, этой позиции жить, просто позволяя событиям происходить, волей-неволей, так сказать, чем чем-либо другим. Вам нужно самим формировать события. И пока вы не научитесь сами формировать события своей жизни, вас будет уносить каждый порыв ветра, и вы, возможно, не достигнете успеха, потому что вы теряете свою гармонию, потому что вы теряете свой внутренний мир из-за вхождения на арену действий по прихоти. Каприза. Прихоть – враг человека, а порядок – первый закон небес. И именно порядок должен восторжествовать в нашей индивидуальной жизни и на всем ее пути. Какая же это великая возможность для человека, который полностью запутался и сбит с толку, поместить над собой божественный магнит и смотреть, как маленькие железные опилки складываются в форму, в гармонию потока, геометрическую гармонию, духовную гармонию, и все это как следствие контакта с любовью. По большей части, любовь обусловлена теми или иными мотивами. Многие браки в этом мире распадаются потому, что стоящий за браком мотив ошибочен. Каждый партнер может желать получить что-то от другого. Именно этого они хотят – получить что-то от другого. Понимаете? Браки должны заключаться так, чтобы с самого начала они были гармоничными. Браки должны заключаться с целью давать что-то, давать любовь, давать привязанность, становиться участниками в ритуальной драме жизни. Это должна быть готовность как давать, так и получать. Итак, проблемы в браке, проблемы в личных взаимоотношениях, проблемы в бизнесе, личные проблемы – все эти проблемы тесно связаны с состоянием дисгармонии. По сути, это перекрытие потока света в клетках существа. А когда вы перекрываете поток жизни в клетках, приходит болезнь. Почти все болезни являются следствием застоя или затора или пробки. Мы должны научиться устранять этот застой, этот затор, расслабляя напряжение, просто любя жизнь, смотря на солнце, и ветер, и дождь, и тьму ночи, и яркость восхода, и все, что может происходить с человеком, и быть омытыми солнцем и очищенными величественной симметрией Вселенной, постоянно льющимися каплями и совершенства из десницы Бога. Все это присутствует в жизни. Если вы не получаете этого от жизни, или не найдете способ получать это от жизни, то вам некого винить, кроме самого себя. Кроме того, поскольку Бог говорит через Христа, «Я пришел не судить мир», вы тоже не можете осуждать себя. Так что же остается? Прихоти. Вы понимаете, что я имею в виду? Капризы. Прихоти. Я пытаюсь показать вам, что гармония жизни здесь, рядом, и что каждый из нас должен найти с ней общий язык. Мы должны найти общий язык с гармонией. В противном случае, мы можем прийти последними в этом забеге. О, да, нам представится шанс нагнать в следующем классе. Нет, не на учебном классе, а в классе тех, кто в духовном смысле остался на второй год. Я горячо и искренне молюсь, чтобы каждый из вас ухватился за гармонию Бога в своем сердце. Протяните к ней руку прямо сейчас, и постарайтесь коснуться ее. Постарайтесь быть той гармонией, что дает и получает. И превыше всего уметь любить божественный мотив. Потому что, если мы любим божественный мотив меньше, чем человеческий, мы не можем не оказаться проигравшими. Но если мы любим божественный мотив и божественную гармонию больше, чем свои личные мотивы, мы не можем не оказаться победителями. Я благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok